Я расскажу о средствах для работы, схожими с консоли. Но я очень кратко пройдусь по этому, потому что больше информации вы можете получить из малых, из статей в интернете. Вам достаточно просто знать о том, что эти возможности существуют. Ну, начну я с того, что расскажу, зачем это вообще нужно. Потому что многие думают, что консоли – это прошлый век и уже совершенно неактуальны для себя. Графические интерфейсы, и что с ними намного удобно. Но на самом деле существует масса задач, когда графического интерфейса нет поблизости совсем. Это какие-нибудь, например, продакши сервера, или девелоперские сервера. Где, ну, есть возможность подключиться каким-нибудь SSH клиентом и включить там редактор. Но чаще бывает все-таки необходимость работать непосредственно на сервере. Когда, например, вы за чужим компьютером находитесь. Значит, какой профит нам дает работа в консоли? Это очень быстрота. То есть вам не нужно настраивать никакое окружение. Вы сразу залогинились туда и можете сразу работать. Причем скорость отработки всяких команд, она намного выше, чем графические приложения. То же самое касается мобильности. То есть вам не обязательно привязываться к какому-то рабочему окружению и неделю не настраивать его, чтобы он работал именно так, как вам нужно. Если вы знаете какие-то базовые принципы, то вам здесь делают непосредственно. Ну, и в том числе для некоторых очень важно быть круче, зная какие-то знания, которых никто не знает. Я бы хотел еще подразделить интерфейсы на два типа. Удивительные и удобные. Удивительные – это те интерфейсы, которые, когда только видишь, тогда сразу кажется, что это что-то гениальное. И мир после этого не меняется. Вот, в частности, Google Wave, например, все помнят, недавно было, очень многие думали, что интернет поменялся и уже никогда не станет первым. Но спустя очень короткое время про него все знали. Потому что это именно тот интерфейс, который вызывает вау-эффект большой, но он на самом деле не очень приятный. А удобные интерфейсы, они, может быть, не воспринимаются с таким энтузиазмом, но зато в их железно удобно работать. Я вот пометил там еще в удивительных интерфейсах в конце SELECT. Я имел в виду, что когда только, может быть, были такие возможности по вводу каких-то значений, когда появился вот SELECT, то есть возможность выбора определенного списка, это было, наверное, что-то удивительное. Но потом, в конце концов, он стал еще и удобным. Я его просто не инвестирую. Вот так мне представляется графический интерфейс. Я долго не искал, и я хотел сначала поискать что-нибудь посложнее, но мне показалось, что это вполне подходящий пример. Довольно часто нужно просто поменять кодировку на странице, и вот во что это вливается. Мы не знаем, где это. Мне говорят, что это интуитивный интерфейс. Я хочу сказать, что это не так, потому что ничего интуитивного в этом нет. Если у нас нет никаких знаний о том, что такое кодировка, то мы никогда ее не знаем. Почему оно должно быть интуитивно должно казаться нам, что оно должно быть в графе, в веб-диотер, это непонятно. Я считаю, что интерфейс – это некий такой язык для общения человека и компьютера. То есть у нас есть свой язык – русский, белорусский, украинский, английский. У компьютера есть свой язык. Компьютер не может выучить наш язык, мы не можем не выучить его язык. Интерфейс является таким промежуточным звеном, то есть языком, который понимаем мы опыт. И вот это именно такой интерфейс. Мне кажется, что это больше похоже на язык жестов, что, типа, ну, сделай это, там, то-то, и если переводить на человеческий язык. А что является действительно интуитивным интерфейсом, это просто освощенный английский или командный, который уже представляет командная строка. Здесь вместо того, чтобы искать ту графу, где находится ходировка, мы просто говорим, что компьютер поменяет ходировку на таком языке. И он, наверное, нас меняет. И сразу меняет. Это не из-под алказных примеров, реализованных в плане для фрэкфокса, императора или интродакции. Многие им пользуются уже не первые лет, и я в том числе. И мы получаем очень удобные интерфейсы. Но некоторые заморачиваются полностью и переводят весь свой интерфейс на терминальный. Для кого-то это может показаться длительностью, но, тем не менее, для кого-то это, на самом деле, удобнее. Ну и приступлю к более практической части. Расскажу о том, что действительно из консоли можно делать удобнее. Система контроля версии, многие воспринимают, особенно работая только со свером, что это некое устройство для синхронизации кода. На самом деле, возможности нам намного шире. В частности, там можно получить историю файла и какие-то изменения сразу откатить. Ну, я думаю, многие про это знают. Я не хочу заострять на этом внимание. Тем не менее, на самом деле, те, кто даже давно пользуется СВЭНом, не знают даже таких простых команд. Хотя, что может быть проще, как можно мне кажется? Мы с помощью команд в консоли сразу можно найти, кто закоммитил какую-то строчку и сразу задать ему вопрос, что он сделал здесь. Конфликты тоже очень удобно отрубить в консоли. Такой ход вполне, на мой взгляд, читаем. Он забивается на три части. Здесь просто нет подсветки, поэтому, кажется, что, как я считаю, на самом деле, два блока, один старый, другой новый. Нам нужно убрать один из них. И после этого, если мы работаем с СВЭНом, сказать, что все в порядке, мы все убиваем. На самом деле, с СВЭНом все работают практически, а вот с консольными командами я лично очень редко встречаю людей, которые их знают. Хотя они на самом деле спасут часы, рабочие, потраченные на какие-то контекстные минимумы. Ну, коротко я остановлюсь на них. Это команды по поиску, по поиску файлов, по поиску внутри файлов. И в тех и других можно применять регулярные выражения. Это довольно просто, если вы немножко прочитали. И все это можно передавать через байт, через поток на какой-то инструмент, которым вам удобно пользоваться. Например, поиск файлов. Я часто вижу, что для поиска файлов ставят дополнительные программы, которые должны сначала выкачать все по FTP или по SSH, и только потом в каком-то картическом интерфейсе искать. На самом деле, очень просто использовать команды, встроенные на имеющуюся на всех серверах, которые в переводе на человеческий язык означают найти в такой-то папке по имени и показать нам в такой-то программе. Первая строчка просто ищет файлы, все HTML-файлы, вторая строчка ищет все HTML-файлы, но если их очень много, то нам нужно просмотреть их на нескольких экранах. Вторая строчка позволяет нам это сделать. Третья строчка, то и четвертая, третья строчка, позволяет нам во всех HTML-файлах найти какую-то конкретную стропу. Последняя строчка очень удобна для после всяких обновлений серверов, когда появляются конфликты, и на самом деле многие недобросовестные разработчики забывают удалять лишние файлы, они копятся, копятся, и вот этой строчкой последней можно их все удалить разом. Поиск файлов тоже осуществляется очень легко, просто объемка команды грек, которая, опять же, в переводе на человеческий язык означает найти во всех, заходя во внутренние папки, в какую-то строку прямо здесь. Это очень удобно для нахождения, например, какой-нибудь версии файлов, чтобы ее потом разом везде изменить. Вот в частности, первая строчка это как раз тот случай, когда мы находим все файлы, где есть версия нашего продукта и заменяем ее на следующую. Либо мы можем найти, например, сайт-бар и заменить его на новый трек, который есть в HTML5. Я прежде рассказывал про команды, которые находятся в Linux, ну, на самом деле, ну, и на Mac, но на самом деле они все есть похожий функционал в file. есть также такой набор инструментов, инструментов, как и Match Magic. Ну, его дополнительное нужно установить, под матом он устанавливается из портов, ну, за счет него мы можем проводить массовые операции с картинкой. То есть, вместо того, чтобы писать какие-то скрипты для фотошопа, чтобы он делал похожие операции, мы можем делать все это через Image Magic. например, найти все картинки и уменьшить их до размера аватара. Либо, например, создать спрайт из всех картинок, имеющих окончание аватарии. Это напоследний скрипт. То есть, одной командой мы вместо того, чтобы открывать фотошоп и вручную собирать этот спрайт, мы можем сделать это из консоли. То есть, спасибо тебе невозможно не призвать. Кроме того, бывают такие проекты, где запрещается менять картами устоявшиеся правила. И, например, иногда там нужные вам, как верстальщику, файлы запрятаны очень далеко, потому что основные разработчики это программисты. И они не беспокоятся о том, чтобы верстальщик было удобно. Поэтому мы можем не принося какие-то файлы, просто ссылаться на них из близлежащей директории. создать ее и поставить туда ссылку. Либо мы можем создать какой-нибудь скрипт, в частности например, скрипт, который можно записывать файлы вместо border-radius записывать все border-радиусы с префиксами, поместить его в папку bin и не вызывая его постоянно не используя вот этот путь. Кроме того, если, допустим, есть куча функционала из гита быстрым пранчем и прочим, вы можете прикрутить гит с вл. а если вы хотите mercurial можно использовать mercurial гит на этом все я рассчитывал если какие-то есть вопросы прошу вас вы упоминали интуитивный интерфейс некоторая подмена понятия получается дело в том, что вот это вот set charset это просто какая-то команда из набора команд которые поддерживаются средой какая разница между тем чтобы выучить набор команд для среды и выучить какие кнопочки надо мякать чтобы она выбрала эту годировку вот эта команда сочин потому что это практически английский язык установить годировку я допустим эту команду не искал в мануале она пришла мне наук и оказалось что она не всегда вредит ну что же не буду вдаваться в спор в частности потому что когда я редактирую что-то на удаленном серии я сам использую выучила команды и прочее все это нужно выучивать потому что нужно знать что просто такие команды есть я допустим никогда не учу команды не нужно учить какие-то энциклопедические знания все эти команды все описания этих команд находятся там же просто можете написать команда help и получить сразу все знания у меня уже 5 лет студентов на подсопер моем и ну не понимаешь все эти команды команды поставил на любом сервере ставим сутоков 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 там буквально там в течение дешевых удобненько стрелочка что ставится мидная команда к сожалению не здесь мс я понимаю что такое мс но не всегда можно поставить всегда не всегда просто может правда быть в том сервере лично для этих разработчиков сервером владеют админы они никому не разрешают никакой софт ставить может быть если соответствует соответствующий то есть если под SSH то естественно можно под какими локальными пользователями веру это просто может поставить какие-либо банки зависимости которые поломают сайт которые используют какие-нибудь специфические программы Вопрос по контексту применения этих команд. Вы немножко вспоминали, что, я так понял, в Unix, Подмокос эти команды являются нативными. Под Windows, я так понимаю, единственный способ использовать из фара. Насколько поддержка в фаре их полная? В фаре я имел в виду поддержку поиска, поддержку функционала скорее, не тех же самых команд. Там есть замечательный плагин в Firmware Replace, который все это делает, крепкий файл. Ну, понятно. Под Windows, то есть и другие команды. Хорошо. Второй вопрос. Уточнить, это не вопрос, небольшое уточнение, что помимо скорости и мобильности, есть еще очень важное преимущество для консольных команд автоматизации. В частности, про автоматизацию. Вот там был этот слайд, что можно вот с второй строкой запутнуть себе в папку «Конискилт» и вызывать его. Спасибо. У меня единственный не вопрос, а замечание. Для того, чтобы вот это все стало действительно интуитивно понятно, нужен еще один скилл – знание английского языка на базовом уровне. К сожалению, я знаю, что сейчас все скажут, что если ты занимаешься в разработке, не знаешь английского, где ты и занимаешься. Но я видел много этих начинающих разработчиков, которые не поднимают вообще никак английским, ни в темный лес. Ну, что, ну, все правильно. Поэтому не обижайте Windows. В общем-то, которые вот были упомянуты, они имеют свои аналоги в, собственно говоря… Да, по-моему, сейчас, насколько я знаю, есть все эти алиасы для тех, кто-то национальности. Собственно, первое, зачем мне спускать Диму на сервер, если я могу изъемочный бассаж под Канетис и для скилл. Ну, и второй маленький вопрос. Это ВМИ на скриншоте был… Где, где, где? Ну, там скриншот был… Это скриншот на Интернете. Это, скорее всего, Алил. Спасибо. 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 Продолжение следует...